Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девять монографий, пять патентов и авторских свидетельств на изобретение. В реабилитационном центре «Радуга» я работаю 1991 года, тогда была выбранная должность, и меня избрали сюда на должность главного врача. Я перешел с хозорасчетной поликлиники и работал в течение 15 лет главным врачом этого центра «Радуга». Изначально он был как межколхозный санаторий, относился к Министерству сельского хозяйства. То есть он был практически не специализирован в центре, а как пионерский лагерь. То есть все отдыхающие здесь в основном отдыхали здоровые. С 1991 года мы его стали специализировать, и у нас было 8 отделений. Это первое глазное отделение, лороотделение, ортопедическое, ДЦП-отделение, неврологическое, лечение сахарного диабета детей. В общем, все почти, практически все отделения были у нас. То есть здесь по отделениям на каждом этаже, 8 этажей на каждом этаже свое отделение было. И заведующее отделение было. И практически за тот период времени, который мы становились практически на тот специализированный центр, он был единственный многопрофильный центр в Российской Федерации. Мы работали почти с двумя десятками научно-исследовательских институтов в Российской Федерации. И за этот период времени мы, значит, имели возможность заключить договора со многими институтами. И у нас работали научные сотрудники в количестве 15-16 человек, которые обследовали всех наших детишек, которые поступали в наш центр. То есть мы имели возможность их осматривать высоко квалифицированными докторами и выявлять патологические изменения у детей. Значит, что мы выявили? Мы работали с Санкт-Петербургским институтом и институтом нейрокибернетики, которые выезжали на нашу базу. И Московский институт выезжал к ортологии. И мы обследовали этих детей. Нами было выявлено, что дети, которые в 90-х годах, было выявлено, что дети, в общем, одно дитё, если его так обрисовать, дитё в очках, сутулы, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, иммунная система понижена почти у 70% детей. А на сегодняшний день ещё больше. Мы обследовали и сельские учреждения, школы, я имею в виду, и выявили, что в детских учреждениях, которые находятся на территории сельских местностей, то у них заболеваний меньше, чем у городских. Ну, когда мы стали причину искать, то тут уже явно вырисовывается картина. Дома четыре стены, школа, и практически они физическим трудом дети не занимаются. А в сельской местности, хочешь и хочешь, детей приобщают к труду то огороды, то ещё что-то и так далее. Даже выявляемость у них, скажем, пониженное зрение, это близорукость, выявляется в два раза меньше, чем у городских. При поступлении в тот период времени, в 90-х годах, если мы обследовали детей, то мы находили, значит, при поступлении в школу, мы детские сады обследовали, при поступлении в школу было 5-7% с пониженным зрением тогда. Первый класс заканчивали 15-16%, а теперь, вот на сегодняшние, я имею в виду 2000-е годы, 2010-е, 2015-е, уже детей больше 10% при поступлении в школу, оканчивать школу почти 60% с пониженным зрением, близорукостью. Мы обследовали из заведующей кафедры физики Кумыковым университет. В университете почти дети, многие дни дети, а студенты не носят очки, потому что стесняются, а процентов 30-40 нуждаются в коррекции зрения, то есть близорукость выявляется. Мы с институтом нашим, я имею в виду Кабрино-Балкарским университетом, обследовали детей не только по зрению, еще с нами работал такой интересный товарищ, Беканов Мухаммед, который здесь у нас, на нашей базе, изготавлял препараты для лечения детей с дисбактериозом. В течение 3-4 лет, пока он работал вместе с нами, у нас была лаборатория, он утром рано выезжал на ферму, цельное молоко привозил, на нашей базе они отрабатывали, значит, вот этот препарат, который доставляли на молочную кухню, они раздавали детям. То есть лечение заболеваний желудочно-кишечного параллельно, не только глазные заболевания, но и все вот эти, мы выявляли болезни и лечили детей наших, которые поступали к нам в центр. За период с 96-го года мы стали сотрудничать с Киевским научно-исследовательским институтом и с Академией наук. Я хотел бы выразить большую благодарность Петру Мацевичу Иванову, это он был директором Центра Кабардино-Балкарского научного, который дал возможность нам сотрудничать с его научными сотрудниками. И у нас защитилось около 20 научных сотрудников, которые получили, из них 9 человек защитили докторскую диссертацию на базе наших научных исследований, и около 11-12 защитили кандидатские диссертации. Из них 6 человек – это кандидаты медицинских наук, специализированы по глазным, а остальные разные, значит, специальности. Физиология, многие разъехались. С Москвы у нас защитились 4 человека, у нас в республике человек 7-8, двое киевских научных сотрудников, которые на нашей базе работали, они уехали в Польшу, в Польшу работают. То есть они почти практически разъехались, и с 2004-2005 года, ну, как-то научная вот эта наша деятельность, она не прекратилась, но меньше стали мы сотрудничать с разными институтами. Уехала наша знаменитая академик Колчинская Ася Зеликовна, которая являлась, значит, одним из тех физиологов, которые открыли при Эльбрусе, она работала с нами в течение 12 лет. В 1949 году она со своим профессором Сиротининым, это самый знаменитый ученый-физиолог был, при Эльбрусе открыли базу Академии наук Украины и Российской Федерации. В 1949 году она сотрудничала с нами в 1996 году. И вот благодаря нашим вот этим научным изысканиям, благодаря Петру Матцевичу Иванову у нас защитилось столько человек. То есть и наука у нас двигалась хорошо, и специализированные отделения у нас были мощные. Да, дать надо должное вот этим институтам, с которым мы сотрудничали. На нашей базе проходили мероприятия, связанные с международными творчеством, обдаренных детей. Наши дети, которые получали первые и вторые места, поступали в институты без экзаменов. То есть у нас движение было не только чисто научной частью, в смысле я имею в виду научных сатур, но и дети приобщались к науке. У меня, моих из этих учеников, я имею в виду школьников, четверо поступили без экзаменов, в ведущие институты. Одна из них защитила докторскую диссертацию 29 лет. И сейчас работает в Центре эндокринологии, доктор медицинских наук по эндокринологии. То есть и научная часть двигалась не только по нашей, но и по школьной системе мы старались детей привлекать к этому, к этой науке. Плюс ко всему еще надо отдать должное, значит, на нашей базе мы отработали, кроме того, что я говорил, лечение дисбактериоза, на нашей базе с Пятигорской фармакадемии. Первая у меня научная степень кандидат в фармнаук. Ну, получилось так, что я сотрудничал с ними, мы вышли на такую научную дорогу, которая позволила защитить мне кандидатскую по фармнаукам. То есть на базе Радуги у нас была отработана технология изготовления пектина. Пектин – это топинамбур по лечению сахарного диабета. Это на нашей базе с Пятигорской фармакадемией была отработана. То есть мы сотрудничали не только, чисто скажем, практически, но и теоретически вот эти изыскания вылились в то, что нам и с пектином мы хорошо поработали, и с дисбактериозом хорошо поработали. И научные вот эти изыскания нам позволили выйти. Пектин вообще в Российской Федерации в начале 90-х годов, в середине 90-х годов была изготовлена наша база. Но, к сожалению, его начали изготавливать в Уфе, потому что у них, видимо, возможности были больше финансовые. И сейчас его, как профилактика, идет сахарного диабета, она очень хорошо употребляется. На сегодняшний день, если, значит, у нас миопея выходит на первое место. По среде заболеваний глазных она выходит на первое место, как я говорил, особенно у детей. И почему? Потому что, во-первых, сидячий образ жизни, вот этот информационный шторм, который идет в Российской Федерации, он не только, видимо, у нас, он везде сейчас идет, потому что наши дети, гаджеты разнообразные, вот телекоммуникационные вот эти связи, они практически привязаны. Это какой-то бум, который отражается очень серьезно на зрении и на нервной системе вообще. Потому что эта информация, которая поступает через вот эти коммуникационные линии, да, она способствует тому, что дети становятся малоподвижными. А малоподвижность, естественно, вызывает не только влиять на глазные заболевания, но и все, нервную систему вообще напорно двигает на аппарат. И дети наши, даже вот последние исследования, которые идут, да, почти процентов 60-70, их нельзя даже призывать в армию. То есть здоровье такое становится, которое не позволяет им идти физически развитыми. Невозможно быть развитыми физически, если они целый день проводят, не только целый день, больше 8-9 часов проводят около вот этих разнообразных гаджетов и телефонов и так далее. И поэтому на первое место выступает сейчас близорукость среди зрительных нагрузок, да. Она способствует не только ухудшению зрения. На будущее профессию нормальную избрать нельзя, потому что все связано с компьютером. Если мы в детстве, в школе, начиная с ясеринга, вы посмотрите детей 3-4 лет, которые ходят с телефонами, родители просят их отучить. Как возможность, какая возможность есть. Я вижу одно единственное. Возможно, настольные игры разнообразные, спортивные мероприятия, шашки, шахматы, теннис и так далее. И спортивные мероприятия. Надо это внедрять совершенно четко и нормально. И плюс ко всему еще школьные парты наши, да, они не соответствуют тем санитарным нормам, которые были раньше у нас, у детей наших. То есть соответственный наклон, соответственные окна, освещение. Этого же ведь практически нет. Дети все сейчас, которые находятся в школах, да, больше работают на столах, которые не соответствуют санитарным нормам. И сидячий вот этот образ жизни еще плюс ко всему, не позволяет им нормально развиваться физически, я имею в виду. Умственно, может быть, они хорошо развиты, да, и широкий кругозор у них. Дети сами по себе нормальны, но им дать надо окружающий мир. Это мы детей воспитывать вроде бы должны, да. Но если родителей дома практически не бывает, целый день он сам себе предоставлен, еще плюс школа, то практически еще когда возвращаются, со школы они возвращаются, и занимаются они в основном на компьютерах все. То есть ограничен у них тот объем, который должен соответствовать спортивным. А тем более в городских условиях. Тут я не говорю уже о тех, это не мелочи, а о той посуде, с которой мы питаемся, пластиковой посудой и так далее. Тем более еще плюс в последнее время, на что я хотел бы обратить внимание, да, вот эти лакокрасочные изделия, которые применяют для покраски полов стен, да, наши женщины, девушки пользуются этим лаком, который покрывает ногти и так далее, диоксин. А он гораздо мощнее, токсичнее, чем то, которое употребляют на паркетных полах. Вот представьте, чем дышат наши девочки, которые красят ногти. И не только вот в этих учреждениях, которые мы ходим к парикмахерски, да, и косметический салон, да, они же дома этим занимаются. И при том с малых лет. Даже те дети, которые еще в школу не ходят, они уже ногти красят. Вот вы представляете? А если взять китайские игрушки, а китайские игрушки, вот эти мягчители так называемые, да, ну, по нашим исследованиям, что я могу сказать, по нашим исследованиям, не нашим исследованиям, а исследованиям научных работников, да, оказывается, они в тысячу раз сильнее, мощнее и токсичнее, чем вот эти покрышки, которые сжигают. Это равносильно 21 час работы с этими мягчителями, да, две пачки сигарет воздействия на детский организм. И при том это на репродукцию влияет. То есть на половую систему и так далее, а не говоря уже о нервной системе и так далее. На наследственность надо обязательно внимание обращать. Почему? Если родители страдают каким-либо заболеванием, ну, в частности, скажем, глазные заболевания, близорукость, его сразу надо с детского сада, надо обязательно дитё ставить на учёт. И проверять минимум два раза в год. Детей, те, которых родители имеют отклонение в зрении, да, два раза в год надо обязательно проверять. Почему? Ну, и ещё и другой пример мы приводили, да, что, ну, так, просто говорю, что поступает 10-15 процентов, да, до школы, оканчивают 60 процентов. Раньше в школах соблюдали какие-то нормативы, да, то есть доктора были. Первый класс, особенно до четвёртого класса, если их не наблюдать детей, да, вот этот период времени у них нарастает катастрофически геометрической прогрессии. Он первый класс нормально вроде пошёл, четвёртый класс уже заканчивает 40 процентов. А для того, чтобы это не происходило, да, надо обязательно проверять два раза в год. Плюс ко всему, вот мы возвращаемся к чему? Наши стационарные учреждения, к величайшему сожалению, стационарные учреждения по чьему-то решению, да, сверху Министерства здравоохранения, стационарные учреждения начали закрывать, прикрывать. Ну, надо хотя бы тогда, если уж стационарные учреждения уменьшают в каком-то количестве на 30 процентов, скажем, уменьшили, надо тогда было бы при поликлиниках при всех и детские, и взрослые создавать дневные стационары по лечению и наших детей, о которых мы говорим, если он не может попасть, скажем, в учреждение стационарное, да, в больницу, то можно было бы при всех поликлиниках, я не говорю, что по одной, при всех поликлиниках по 5, по 10 койко открыть разные заболевания, пускай офтальмологические, пускай ортопедические, пускай эндокринные, пускай иммунные, но они должны быть на учете, а то, что он на учете состоит, он в поликлинику один раз в год пришел, ему назначил лечение доктор, проследить, что происходит дальше, тяжело, а если будет при поликлиниках, да, дневной стационар, то там непосредственно и врач, который будет следить за ним. В такой массе невозможно просмотреть, тем более нарастают, все болезни детские нарастают, это, о чем мы и говорили, о экологии и так далее, все прочее. Возьмите даже вот то, что сейчас происходит, нарастание вот этих наших автомобилей по городу. Это ж неимоверно, она нарастает с каждым днем, по 50 тысяч, по 50 тысяч в городе Нальчики нарастает. Вы представляете, около подъезда в больших домах нельзя ходить уже, я не говорю ездить, а ходить нельзя, а это выхлопные газы, это тот же свинец, это тоже воздействие на организм. То есть мы сами себе создаем такие условия, которые не позволяют нам выкарабкиваться из этой ситуации. Вот сейчас делают на глазах операции по устранению близорукости, да? Близорукость устраняют, а роговица, это передняя часть глазного яблока, роговица называется, вот это оптическая зона, она около 0,8, 1 мм составляет, 0,8, 1 мм. Если устраняют близорукость, то, естественно, толщина роговицы уменьшается, и то внутриглазное давление, которое в норме роговица выдерживает, да она не сможет это выдержать, а поэтому у многих товарищей, которые делают операции на роговице, с возрастом после 40 лет, само движение жидкости, это то кровообращение, то жидкость, которая внутри глаза находится, она со временем после 40 лет уменьшается, и она способствует тому, что повышается само по себе давление, а при том, что тургер называется, давление, которое должно глаз держать, она не держит его, потому что вот то, что давление поднимает ее, получается давление, которое способствует ухудшению зрения, кровообращению, которое действует на зрительный анализатор. Поэтому вот эти все явления, в последнее время, о чем мы говорили, плюс к тому, что еще если на роговице какие-то производят операции, то она способствует в дальнейшем, ну не у всех, но во всяком случае, процентов 60-70 будет в будущем страдать, повышенным трилозным давлением, которое не выявляется так. Самое страшное, что. То есть много причин, которые и так вызывают, а то еще к этой причине мы сами добавляем, то, что физиологически оно должно, если очки помогают, если еще что-то помогают. Японцы же ведь тоже, товарищи, которые наукой хорошо занимаются, но носят же они все очки, и меньше всего они делают операции на роговице, меньше всех делают. Три года уже охотим? Ну лучше становиться после речения. Да, конечно. А про цивилинки у вас расскажите. Так, монопеноскоп, лазер. Лазер, монопеноскоп. И магнитный. Компьютер. Компьютер тоже, да. Четыре процедуры. А для чего это процедура? Чтобы зрение улучшалось, чтобы глаз немножко не убегал в сторону. Да. Да? Сохраняем зрение. Нам становится лучше намного. Зрение лучше становится, глаза полегче. Да. Наш организм, ну по подсчетам ученых, если все сосуды математически рассчитать, они представляют собой около 80 тысяч километров. Представляете? 80 тысяч километров. А когда мы не двигаемся, а каждый сосуд окружен тремя слоями мышцы. Если мы не двигаемся, и включая то, что мы раньше говорили, да, что малоподвижный образ жизни, значит сосуды не работают нормально. А раз нормально сосуды не работают, то все болячки начинаются оттуда. Это так называемый метаболический синдром, который на иммунную систему воздействует. И в последнее время появились такие заболевания, как сахарный диабет, который вот сейчас третье место занимает. И при том у молодых. У молодых почему? Вот то, что мы перечислили, те вот эти химикаты разнообразные и все прочее, да, они способствуют тому, что им еще малоподвижный образ жизни, и все это питание вызывает эти заболевания. И в последнее время появились, вот правильно, вы заметили, заболевания глазные. Катаракта помолодела раз, глаукома помолодела два. Почему глаукома? Притом невыявляемая глаукома. Некоторые возмущаются пациентам, говорят, почему раньше не выявили глаукому раз, он потерял зрение, пришел тогда, когда не видит этим глазом. Он не обращает внимания, потому что, если раньше глаукома давала о себе знать симптомы болезни такого характера, глаз болит, хуже начинает видеть, да, а сейчас оно без симптома протекает, и самое главное протекает без повышения внутриглазного давления. И самое характерное, что на глазном дне, да, сосуды, которые снабжают глазное дно, и сам глаз, они не имеют клапанов, как вообще вся сосудистая система организма. И поэтому они более всего подвержены вот этим разным заболеваниям. При сахарном диабете, который практически, если сахарный диабет пошел и отражается на глазном дне, да, то сосуды не имеют возможности нормально функционировать, потому что они не имеют клапанов. А раз клапанов нет, раз подвижности физической нет, то, естественно, все это протекает очень... Кровь – это как река жизни. То есть, если мы мало внимания обращаем на это, я не говорю, что надо заниматься там по 2-3 часа каждое утро, но хотя бы минимальный, минимальный подвижность, минут 20-30, каждое утро, хотя бы ходьба должна быть у всех, у нас. А тут еще и опорно-двигательный аппарат, то есть, наши вот эти химические продукты вымывают из организма, особенно у женщин. После 40 лет она вымывает кальций, и поэтому вот этот опорно-двигательный аппарат практически выходит из струн, в основном у женщин, потому что страдает опорно-двигательная остеопорозь и так далее. Это за счет того, что гормональные изменения идут, изменяется все, и практически вот наш образ жизни сам способствует, это еще питание, оно способствует тому, что мы теряем все то, что можно самому знать. А то, что показывает реклама, да, вот реклама показывает, что лечит все, какие-то препараты электромагнитные, а это электромагнитные препараты не могут лечить все. На нашей базе был еще такой вариант отработанных в горах, пониженное содержание кислорода, которое стимулирует и заставляет кровеносную систему более усиленно работать. Так вот, не выезжая в горы, у нас был аппарат, который впервые применен в глазной практике, особенно у детей, который создавал пониженное содержание кислорода в организме, аппарат был такой, и с помощью этого аппарата мы выявляли, то есть улучшали кровообращение не только всего организма, но и в частности глазного яблока, о котором мы сейчас только говорили. То есть он способствовал тому, что кровеносная система и кислород, когда пониженное содержание кислорода, он заставлял организм вырабатывать те механизмы, которые способствовали тому, чтобы он больше притягивал к себе кислород. Ну, это так, объясняю, не научно, а вот исходя из этого, у нас была отработана методика защиты около 15 кандидатских и докторских, именно на это. Это при заболевании щитовидной железы, при заболевании сахарного диабета. В Москве лечение таким аппаратом, гипокситерапия называется, стоит 50 долларов в суд, 51 сеанс, дневной сеанс. 10, это считайте, это тогда стоило, а сейчас, наверное, около полутора тысяч долларов стоит. А у нас дети это получали бесплатно. То есть, на кровеносную, правильно вы заметили, что кровеносная система не из одного глаза стоит, а стрессовая ситуация сейчас, то, что, ну, я даже не хочу повторяться, то, что показывают по телевидению, не может не вызывать стресс. А плюс ко всему наше общение между собой, а дети вообще не подвержены общению, потому что он уткнулся в этот телевизор или гаджет, и все, и общение у них минимальное. Они же вроде бы коммуникабельны, да, ну, между собой они мало общаются в последнее время. Вообще в школах было, я это и сейчас вспомню, нас заставляли и бегать, и прыгать, и заниматься, хочешь не хочешь, а заниматься физической нагрузкой заставляли. Ну, и плюс ко всему еще и дома. Надо, чтобы занимались родителями и в школах занимались, естественно. Это не как раньше занимаются в школах. Сейчас у нас узконаправленное, все точно так же, как и врачи. Мы переходим с одной системы в другую, да, если это образовательную систему брать, то в школах должны с детьми заниматься, и психологи должны заниматься, и физическая нагрузка должны заниматься. Не просто он в школу пришел, позанимался, на гаджетах поработал, ушел, а чтобы они получали развитие, вот то, о чем мы говорим, да, чтобы они соблюдали те нормы, положено самой большей детям-школьникам два часа в день сидеть у компьютера и гаджетами заниматься. Остальное время они должны, вот мы говорим, спорт, самое главное, и разнообразные кружки. У нас они везде же есть. Почему бы им в школах не прививать то, что вот я в последнее время знаете, что заметил? В Ингушетии в классах во всех внедрили шашки и шахматы в Ингушетии, нашей соседней республике. У нас тоже шахматы развиваются, но там внедряют не просто как кружковая работа, а в специально отведенное время они занимаются шашками и шахматами. Это уже отвлекает от того, что мы говорили, от вот этих коммуникационных дел, да, плюс ко всему еще занятия спортом. Я бы, например, ну минимум час вставал бы каждый день, чтобы они занимались физкультурой. А некоторые приходят и говорят, значит, у него со зрением плохо, у него с осанкой плохо, им нельзя заниматься, и требуют все, не просят, а требуют, чтобы выдавали справку для того, чтобы он не занимался физкультурой. А как же он будет дальше жить тогда, если он не занимался? Нагрузки, конечно, должны быть непредельными, ну нормативными, тогда они будут, но ни в коем случае их нельзя от физических нагрузок избавлять. Надо наоборот стараться, чтобы они занимались нагрузками физическими. И, естественно, вот то, что мы говорили, самое главное, санитарные нормы, чтобы соблюдали. Свет одеть, и что дома сидят? Они выключают свет, и вот этими мелкими телефонами увлекаются, те телефонами, потому что они даже не гаджетами, и не компьютерами, а больше на своих вот этих телефонных штучках ищут, и начинают ими управлять, и выключая свет. А мало поступления света в глаз, это еще больше способствует тому, что она еще больше ухудшает зрение. А раз на близком расстоянии глаз долго работает, то мышечный аппарат приспосабливается к работе на близком расстоянии, и он плохо ведет вдаль. Вот одна из причин того, что при нарушении уже зрения, она дальше вот это еще больше усугубляет это же состояние. Конечно, там содержание больше витамина А, в пище, в растительных надо больше искать. Мы их перечисляли, конечно, естественно, их должно содержаться в нормальных, но перебарщивать тоже нельзя, потому что вот недавно выступает, я вот тоже слежу за средствами массовой информации, выступает уфимский, скажем, врач, это российская академия относится, и говорит, что надо употреблять весной вот такое-то количество постоянно, витамин С, вот эти витамины, поливитамины, содержание приводит к кучу разнообразных лекарственных препаратов, они лекарственные, я считаю, препараты, но никак не витаминные, потому что многообразное употребление, при том, содержание там разное, комплекс витамина употреблять постоянно, она тоже отклоняется, это же химические препараты, они порой чрезмерное употребление этих препаратов, обратная сторона действует, то есть они на организм неважно действуют, Потому что наш организм не приспособлен к постоянному потреблению этих препаратов, которые вызывают другую совершенно реакцию. У нас лечат практически все заболевания реабилитационного характера. То есть лечение у нас идет, она поддерживает организм на том уровне, который должен быть. То есть после того, как они проходят лечение вообще при стационарных учреждениях, то потом они на реабилитацию, то есть для того, чтобы улучшить, продлить тот курс лечения, который они стационарно проходили, у нас есть все специализированные отделения. Лечебный корпус у нас более 20 кабинетов. Все эти кабинеты приспособлены для того, чтобы давать возможность детям. То есть у нас, вы знаете, у нас еще этот многопрофильный центр, ну и директор у нас сейчас Эристова, очень хороший директор, который помогает во всех отношениях для того, чтобы наш центр развивался. И наши вот детишки, которые находятся здесь, они получают помощь не только в медицинскую реабилитацию, у нас есть педагоги, воспитатели, социальные работники, психологи. 5-6 направлений, кроме кружковой работы, 5-6 направлений, это ни в одном центре такого нет, 5-6 направлений, с помощью которого наши сотрудники выявляют разные отклонения не только медицинские, но и в социальной сфере, домашних условиях. То есть помощь здесь идет, естественно, очень хорошая. Наши исследования, которые мы проводили с помощью наших научных сотрудников, мы выявили, что кровоснабжение и зрительного анализатора, у нас приборы все были, с помощью которых мы выявляли кровоснабжение зрителя, анализатора, головного мозга, да, и у нас опубликовано около 600 разных научных статей и около свыше 20 монографий, где мы показывали, как кровообращение ухудшается. А при наличии вот того, о чем мы говорили, да, вот это гипоксикатор или еще наши патенты, с которыми мы на шейном отделе работаем, называется она остеорефлексотерапия, да, В шейном отделе мы проводим мероприятия, связанные с тем, чтобы улучшить кровообращение шейного отдела. Вот эти разнообразные ухудшения, полуобморочные состояния и так далее, они вызываются тем, что шейный отдел, мы практически, раз физической нагрузки нет, естественно, у нас, а все идет через шейный отдел, кровоснабжение, сонная артерия, позвоночная артерия, если они не получают должной нагрузки, да, то, естественно, и кровообращение ухудшается. На процентов 80-60 после проведенных нам мероприятий, о чем мы говорили, да, это остеорефлексотерапия в шейном отделе, что мы проводим. И вот эти мероприятия, связанные с гипокситерапией, они улучшают кровообращение на 80%. Вот это один из выходов, а я не говорю, что вот, один из выходов того, чтобы, особенно во взрослом состоянии, надо заниматься, особенно с шейным отделом. Это тоже самый массаж, ну не мануальный терапия, а массаж медицинский, легкий, хороший, для возрастных это очень полезная вещь. У меня ребенок старший инвалид, мы проходим лечение, а так как у меня со зрением проблемы и шейно-хондрозные проблемы, я обратилась к врачу, и вот с прошлого года я иду к нему, уколы делаю, и мне помогает очень. Ну вот, насколько изменения произошли за все это время, что вы здесь находились? Ну вот у меня задние, шейные все, как-то лучше стало, легче, и зрение как-то прозрачное, видно мне больше, лучше стало. Для того, чтобы сохранить зрение, не только вот эти химические препараты, есть для этого еще, я все время говорю, наш мед, вообще экологическая обстановка в нашей республике, в принципе, в этих ущельях самая хорошая. Мы когда с фармакадемией Пятигорской работали, это была самая мощная академия в Советском Союзе, одна из самых мощнейших организаций была. И они выезжали в наши ущелья, начиная от Ростова, Ростов, Краснодар, Ставрополь, по нашим ущельям собирали травы для того, чтобы лечиться нашими травами. У нас очень много таких трав, действенных, которые практически экологически чистые. То есть в наших ущельях есть все для того, чтобы не употреблять, ну я имею в виду, есть болезни острые, а здесь хронические заболевания, которые можно лечить травами. Поэтому я призывал бы и рекомендовал бы заниматься большей травами, нежели прислушиваться к тем мнениям, которые рекомендуют по телевидению употреблять разные таблетки и разные аппараты, которые мало способствуют улучшению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Калина красная, Калина горькая А мягче не выпала, Разлука долгая Дорога долгая, Дорога дальняя Калина горькая, Калина красная Я паду, рано встану, Мерзлых ягод соберу На душе сквозную рану, Крепкой ниткою зашью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Калина красная ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА